Добрый день, мои дорогие! Добрый день, мои любимые! Девчата, с утра пораньше встала, отварила... Сейчас покажу вам. Морковь, картошку, яйца, бурак. Отгадайте, что буду делать? Буду делать салат. Не знаю, как вы сейчас скажу, какой-то там шубу вы скажете. Это не шуба, потому что ты селедку не ставишь. Короче, не знаю, девчата. Салатик, короче, буду делать. Девчата, я же договорилась, завтра ко мне подписчица должна прийти, приехать. И мы с ней договорились, я же не знаю, кто она, что она, вообще не знаю за нее ничего. Я пару раз к ней звонила, и вот никак не получалось с ней переговорить. И она мне сказала, вот пятницу поговорим, короче. И сейчас нажалуюсь. Но ерунда. Короче, с утра встала, но вы же знаете, ребята, раз человек к тебе в гости придет, придет еще так издалека, она там, не знаю, от меня больше 70 километров, девчата будет делать 100 километров. Все, и вот мы с ней договорились, да, что она в пятницу ко мне обязательно, мы созвонимся, и все. Вот сейчас у нас уже к обеду, да, время подошло. Девчонки, так она, я звонила, она трубку не берет по инстаграму. Я уже нервничаю. Сегодня мы могли на речку пойти, и все. А я буду в этой жаре салат делать, то делать, это, но готовиться, короче, вы поняли, да, но человек приедет. Я все-таки не люблю такие вещи, когда вот, но хочу все конкретно, поняли, да, ну, конкретно, по-моему, по-вашему, наверное, будет хутур-мутур, но все равно, одела я платье, одела я под штаники, чтобы не писали, когда нагинаешься, задница видна, да у меня ее и нету, чтобы ее показывать, девчата, была бы задница, я бы вообще без трусов ходила бы. Так, девчонки, переживаю, слушай, не берет трубку девочки, что делать, не знаю, девчата, вот готовиться делать эту шубу, не делать эту шубу, я же еще хочу, я же, я столько вещей еще накупила, девчата, приготовить и все, вот не знаю, девчат, вот мне это, вот мне это надо, конечно, надо, мне нравится гостей встречать, но мне хочется встретить, вы поняли, да, короче так, здравствуйте, здравствуйте, не отвечает, не берет трубку девчата, а номер телефона не даю на всякий случай девочки, я же ее не знаю, а потом еще муж меня будет ругать, я же один раз вот так дала одной, так она, девчата, мне такую подлянку сделала, раздала мой номер телефона, стали мне и хейтеры, и то, и это, еще одной здесь отдала, которую тоже пораздавала, чтобы, не знаю, не буду, не хочу такие месяца говорить плохое, да, она там одной, у которой ей дала, так она мне в 8 часов, в 7 часов утра, ты кто такая, тоже блогерша между прочим, ты кто такая, ты что из себя, короче, кошмар, девчат, так что нет, я дала слово мужу своему, что больше никогда, девчата, не буду я номер телефона, никому не дам, только своим родным, вы знаете, какой калмагар был у меня потом, а зачем мне это надо, не хочу, я никому номер не даю, и я ее не знаю, чтобы ей номер дать телефона, хотя, я ей сказала, пятницу созвонимся, по инстаграму, да, видите, не берет трубку, девчат, потому что, вы же знаете, для себя так много, хотя я всегда много делаю, блин, я весь день убью, короче, готовится туда-сюда, и завтра она меня подведет, так получается, и знаете, в чем этот, а может быть не подведет, надеюсь, что это просто, зря я так, да, надеюсь, что она потом выйдет на связь, все, но я уже ей столько раз написала, с утра, девочки, с утра, она мне говорит, окей, договорились, пятницу позвоню, да, скажи мне время звонка, я ей пишу, скажи мне время звонка точного, что была в сети, ты же приедешь завтра, я ей еще вчера ей написала, девчата, она мне не отвечает, и я ей сегодня тоже пишу, сейчас голосуем тоже, я тебе уже столько раз звоню, я тебе пишу, ты что-то не отвечаешь, что-то у меня какие-то сомнения есть, ты мне точно скажи, да или нет, потому что ты же мои все планы рушишь, я могла, я сегодня даже никуда не поехала, потому что я же готовлюсь, понимаешь, такую жару буду дома сидеть, и все готовится, чтобы тебя встретить, а если ты меня подведешь, я тебе честное слово говорю, ты меня навсегда потеряешь, мне не нужны такие люди, которые неответственные, ну а как еще сказать, девчат, понимаете, я уже и мужа подготовила, и на дочку наорала, чтобы комнату свою прибрала, хотя у нее всегда порядок, так, девчата, давайте руки помоем, короче, приедет, приедет, не приедет, она сама теряет, девчата, такого человека, как я, вы что, днем с огнем не сыщешь, о, как моя сегодня подруга мне сказала, мы сегодня на кофе ходили, я ходила, мы ходили, ну и они пришли, короче, девчата, и она мне говорит, ой, Наталья, ты мне доказала, что ты настоящий друг, я такая, почему, она такая, ну вчера, ее хосы, ее мужа, оперировали, понимаете, и я вчера позвонила ей, там, как твой муж, там, зашел ли в операционную, и она говорит, нет, еще не зашел, в 10 зайдет, ну, я в 10 с половиной позвонила, и спрашиваю, зашел, нет, она говорит, да, уже в операционной, короче, потом мне этот, напишет, мне она напишет, как все, и она мне написала, где-то часам двум, наверное, да, вот так было, да, говорит, уже, говорит, вышел, все хорошо, довольная, короче, все вроде бы нормально, сейчас он отходит от анастезии, и я ей, я ей говорю, так, я вот тут буду делать, этот, так, подождите, вот так, надо сперва уже почистить это все, это, то, что почищу, все моим курочкам, моим золотулечкам, так, вот так, и, она мне сегодня вот это говорит, я ей говорю, ты так ошибаешься, я раньше тоже так думала, она говорит, почему, я говорю, человек познается, так, девчата, подождите, иду на кухню, возьму, тазик для продуктов, у меня есть специально, да, я потом там, курям, короче, это все, хутур-мутур, которые остаются, так, возьму вот этот побольше, я ей говорю, потом говорю, знаешь, говорю, дело в чем, мы все думаем, что в беде познается, неправда, а ты такая, почему неправда, я говорю, знаешь, когда познается на самом деле, я говорю, когда тебе хорошо, когда тебе действительно хорошо, и этот человек с тобой, значит, он твой настоящий друг, она такая, как ты права, а я так думаю, почему она говорит, как я права, Она говорит, ты знаешь, у меня сын поступил, подавилась девочкой, сама же своей слюней. У нее, девчата, у нее такой молодец сын, у нее два сына, такие молодцы, честная слупа. Таких сыновей редко встретишь. У нее сын учиться очень хотел, и она ему сказала, я не могу такую дорогую. Вообще университеты эти вещи очень дорогие, девочки. Я, говорит, тебе чем могу, тем помогу, но я не смогу тебе много помочь, короче. Вот необходимо только. Там квартиру же снимать, девчата, надо. Там же учебники, там же еще проживание, они же не работают, они же только учатся. Вот ее сын, девчата, отучился на педагога английского языка. Так он еще работал вечерами, работал вечерами барменом. Что вы думаете? Помогал еще своим родителям. Потом он, когда уже отучился, он сказал, мама, я хочу в Лондон поехать, чтобы сделать так, чтобы мой язык был в совершенстве. Ну вот насчет акцента, наверное. Ну вообще высказывания там, знаете, чтобы все было, короче, как надо. Она говорит, Лондон, это ж так дорого, мама, ты не беспокойся. Он сдал объявление, вы представляете, девочки, он дал объявление, вот какой умница, что он бесплатно семье предлагает свои услуги, как нянька, мальчик, девочки, если что, как нянька, все, только ради жилья и общения на английском языке. Его позвали. Он, короче, отучился там, выучился. Пошел он, короче, этим людям так он понравился. Он там устроился в гостиницу. Они его помогли, устроили в гостиницу работать. Ну вот эти, наверное, там убирать, мыть, вот это все. Представляете, если что, у человека высшее образование. Так он, я не знаю, сколько он в Лондоне побыл, 3-4 года, девчата. Приехал с Лондона. Здесь я начал доучиваться. Я не знаю, какие-то там курсы, все. Девчата, потихоньку, 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 что вы думаете. Устроился на работу. Но они здесь, знаете, как берут? Сперва, как вот там в какой-то там поселок далекий, которых там учителей нет. Туда, короче, на полгода. Потом полгода ты дома сидишь, потом обратно. Надо здесь, короче, отрабатывать вот так. А потом тебе уже дают рабочее место. Так у него такие отзывы были. Дети за ним плакали, когда ему уже все, короче, там. Ну, если она декретная девчонка там уходит. У нас же здесь декретная 4 месяца. Вот, его там звали, да, вот, чтобы заменить, как замена, да, учителя. Так за ним плакали все. У него такие отзывы хорошие от детей все. На Фейсбуке, на Инстаграме там о нем хорошо отзывы были. Его вот сейчас позвали на работу. Дали ему уже, как это будет. У нас здесь, говорят, фиху, короче. Ну, 100% на государственную работу, короче. Дали этот. Так, дети, что вы думаете? Начали там говорить. Интересно, у кого он. Ну, короче, с кем он переспал, что ему так повезло. Так этот мальчик отработал, и она мне это рассказывает. Моя красотулечка, иди сюда, моя умница. Иди сюда. Нет, ты, говорит, иди сюда, потому что не хочет. Я вот так поверну. Ай, хорошо, хорошо. Добрый день, моя сладенькая. Ты хочешь завтракать? Сейчас я тебе даю завтракать. Ты хочешь тусада? Опять нету, да, у тебя интернета? Опять нету у тебя этот карга, да? Я же не могу. Почему? У тебя же безлимитный, не может быть такого. Такие деньги я плачу за твой интернет. Такого быть не может. Поздоровайся, да, с моими девочками. Они же тебя так любят, доченька. А не к тебе так хорошо, или ты с утра не хочешь? Девчата, с утра, если что, час. Час дня, девчата. Час дня, моя дочь до сих пор не спала. А, нет, она себя в порядок приводила. Смотрите на ее руку. Вот это ее рука. Вот это ее рука. Тянется за телефоном. Пока. Пока, радость моя. Один тостатку вот такой, да, сделаю тебе, да, доча? Один или два? Один. Один. Сейчас я сделаю. Поджарю, девчата. Сквозняк, видать. Вот такие дела. И она, говорит, свои же близкие, родные. А я сегодня печь мыла. Что-то, когда всегда ее помоешь, она какая-то... Эти пиндюрки поставила. Смотрите, девчат. Пиндюрки, я же убираю, но вот эти штучки не поставила. А то все равно они брызгаются. Поставила, короче, чтобы... Завтра же люди продут. Ну, я так думаю, что придет. А так не знаю. Так. Сейчас. Этот нож пока. Это вот так. Угу, угу. Так. Вот это. Вот это. Так, а где же? А где же? А вот там. Нет, она это не любит. Она это не любит. Хочу сегодня... Сегодня хочу жарить этот тоже... Ай, как его? Блин, девчата вот на языке есть и вот не выходит. Так, а где же у меня варенье это? Не могу. Она же тут была. Она же далеко уйти не может. А вот она. Блин, все такое, алмагар, такой бардак. Терпеть не могу, когда в холодильнике вот так. Но их же, девочки, они же... Этот холодильник закрывается-открывается, закрывается-открывается. Постоянно руки тянутся. То сок там, то сок здесь. То эти их напитки у меня уже не знаю, где сидят. Не знаю. Ну ладно, они же мои любимые. Прощаю, девчат, прощаю. Прямо сразу прощаю. Так, 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 так. Она любит, вот, я специально такой купила флора. Я две штуки сделаю. Один, а я два сделаю. Флора для сердца, говорят, хорошо, туда-сюда. Вот она не каждый день этот тустоток кушает. Тустоток, это хлеб жареный просто с этим, с повидлом, девчат. Так, сейчас намажу. Вот такое купила, он говорит, такой полезный, омега-3, омега-3 здесь, короче, всякая вот эта ерунда, девчата. И вот хочу, и я здесь рекламу видела, мол, она холестерин там, туда-сюда, короче, не делает. Они все говорят здесь, что сливочное масло очень вредное, а я не знаю, девчата, а у нас наоборот считалась она такое не вредное, наоборот, самое такое полезное сливочное масло. Не знаю, девчат, кого слушать, кого не слушать. Вы знаете, я что заметила, вот у многих, да, вот, не знаю, правда, вот сейчас же вот этот, ну, как-то вот стали за правильное питание, вот это. Я просто, девчата, это говорю не потому, что там я знаю что-то, да нет, что я могу знать, девчата, уборщица какая-то, бестолковая. Хотя, кто не работал уборщицей, тот, значит, никогда не поймет. Это такой труд, девчонки, неблагодарный. Моешь это все. Ну, за уборщицу потом скажу, а то перескакиваю. Мол, за правильное питание, поняли, да, вот, не курить, не пить, правильное питание, чуть-чуть спортом туда-сюда. А вот всех людей, которых я знаю, многих я знаю, по крайней мере, 4-5 человека я знаю, которые курили, ну, нормально курили, немало и немного курили. Которые, ну, пили, я бы не сказала, прям много, но выпивали, да. Вот, бросили, короче, начали как-то за правильным питанием туда-сюда, на тот свет сразу. Вот через годик, через полтора обязательно что-то раз так, я думаю, что это такой и стресс для организма. Он привык всю жизнь, что ты вот это делал, и раз, девочки, это мое мнение, правильно питайтесь, ухаживайте за собой, не кушайте жирное, бегайте по утрам, занимайтесь спортом, ходите в физный зал. Я это никому ничего не убираю, не подумайте, девчата, что я против этого. Нет, наоборот, я когда вижу, что человек спортом занимается, мне аж так зависть, ну, вот такая зависть какая-то, знаете, вот, не черная, а вот белая, да, как говорят, да. Потому что у меня отговорки, то у меня времени нету, то это просто не мое. Я ходила сколько лет в спортзал, я ходила, и девчата, я на самом деле очень хорошо выглядела, и все, но я свое питание не меняла, я так же питалась, и все. Ну, конечно, я тогда и весила 70 килограмм, девчата, не как сейчас 90, да. Да, у меня и другой образ жизни был, и все другое было, короче, вот так. И вот что я хочу вам сказать, у многих знаю, которые плохо потом закончили, понимаете, какие-то болячки стали выходить. Насчет уборщицы, девчат, знаете, многие думают, что, ой, поеду за границу, если что, короче, уборщицей устроюсь. Так, девчонки, во-первых, это работу, как правильно мне сказать, чтобы все думают, что это легко. Нет, девочки, во-первых, это и нелегко, и во-вторых, не каждая из нас может быть уборщицей. Вот считается, что легкая, да, работа, да, в каждой работе должен быть что-то, как плохо это очиститься. В каждой работе есть, которая, это надо, во-первых, любить эту работу. Это должно быть у тебя железные нервы, потому что каждая шваль, которая проходит, которая до твоей пятки не доходит, тебе может сделать замечание. А еще главное, таким неприбрежнением, мол, ты же уборщица, мол, это мне это, а у нее, может быть, у самой там трусы уже недельные на себе, да, элементарно от нее просто запах такой неприятный, потому что у меня много в жизни таких встречалось. И ты должна улыбаться, потому что самое главное проявить сдержанность, потому что, не потому что ты уборщица, это в любой работе так. Хотя у нас многие этого не осознают и не признают, так, надеюсь, что не сгорит. Понимаете, о чем я вам? Это не просто ты пошел, пол помыл и пришел. Так этот пол надо так помыть, что как ты дома у себя не делаешь. Его надо так сделать, чтобы они были уверены, что лучше тебя никто этого не сделает. Потому что я не знаю, почему все уверены, что они лучше сделают. Понимаете? Вы знаете, я же сейчас на больничном. Так вы не поверите, девчата. Мой же муж с моим шефом в одной школе учились. Они, где я живу, Талавера, да? Смотрите, какие красивенькие, правда? Вообще все, что я делаю, маща, от души же делаю, поэтому красиво. Особенно мои доченьки, мои лапочки. Мой этот шеф. Он там, нет-нет, если он ему пишет там, потому что он ему тоже дает, нет-нет, работы какие-то там, подработки там. Там, если он это хочет сделать, давай это сделай, туда-сюда, если у тебя время есть. Короче, с ним считается, да, если там что-то нужно сделать, да? Так. Вау. А, да-да-да, это. Так, это, он говорит, не имеет значения, как моего шефа зовут. Он говорит, Эстей Ван, ты знаешь, я бы твою жену давно бы уволил. И мой муж молчит, ничего не говорит. Давно бы уволил, если бы они, вот такая репутация не была, как они ее любят, как они ее ждут. Они меня несколько раз в день, говорят, там же много у меня, пять подъездов, девочки. Несколько раз в день, говорят, даже если встречаются или позвонят, спрашивают. Когда это русское продают, они меня русское же называют, хоть я из Дагестана и горжусь этим. Когда это русское вернется, как это русское никто не убирал. Мы нам, они же сперва возникали, когда я же петь начинала. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. И брала вот эту швабру. Или вот так возьму ее. Ты что сказал? И начинала сама себя. Ну, мне нравится, девочки. У меня с утра очень много энергии. Девчата, что же делать, а? Что же мне делать? Куда мне ее девать? Вот я там в подъезде оставляла. Знаете, такая стою, мою окно. Женщина. У окна. И начинала. Аллу Пугачеву включу в наушники. И я же думаю, что я тихо пою, а я громче Аллу Пугачеву пою. Поняли, да? Я там как запевала. А вы представьте себе. Привет, моя радость. Привет, мое солнышко. Уже кроватку сделала моя красавица. Этот сок? Угу. Давай, садись. Пей. Кушай. Ничего страшного. Два. Ну, кушай. Хорошо, доча? И потом отдыхай. Что у тебя там валяется? Потом посмотришь. Я потом что вижу, что это. Опять носочки бросила. На пол. Она же в такую жару. Ей холодно. Она носки одевает, когда спать ложится. Так они говорят. Мы уже скучаем по ее голосу. Ужас утра. Не слышно. Так что вот так, девчата. Не каждая из нас может быть уборщицей. Понимаете? Как-то так, девчат. Как-то так. Тут не хутур-мутур. Здесь уборщица, которая в крови. В крови у нее уборщица. Понимаете? Я в крови. Я такой уборщик. Я люблю свою работу, девчата. Знаете, я вот... Уже нет у меня ни нервов, ни времени на глупости. Понимаете, что я вам хочу сказать? Я уже или от души, или не делаю. Нахер надо. Понимаете? Зачем? Зачем париться? Вот так. У меня один вопрос умный задала одна умная женщина. Мол, вы, когда ребенка снимаете, имеется в виду, умерею по-другому. Мои кайтаночки. Мол, родители об этом знают. Девчат, в 21 веку вы че? Как без разрешения мне снимать этого ребенка. Еще она в ролике не вышла, я уже сказала. Я блогер. Если она ко мне придет, я буду снимать. Нечаянно она попадет в кадр. Нечаянно. Я вот так сказала. Нечаянно попадет в кадр. Вы как на это смотрите? Бабушка сказала, ба, мне все равно. А мать сказала, снимай, снимай ее. Нам все равно. Они знают, девочки, что я плохого этого ребенка не желаю. Понимаете? Кто-то там мне еще написал. Мол, если кто-то увидит там одноклассники. Ой, девчата, 11-летние дети будут меня смотреть, переводить мой текст. И это, да нахер им это надо? Нахер им это надо, девчата? И здесь, знаете, они так не заморачиваются. Как будто я что-то новое им сказала. Все, все знают, девчата. Девчата, как плохо снимается эта шкурка. Короче, вот так почищу. Вот так, девчат, мне надо еще обед готовить. А моя дочь, вот смотрите, да, вот моя дочка вот недавно остала. Мы уже сейчас будем обедать. А она, девочки, еще завтракает. Ну, это нормально, а? Ненормально. Так, подождите, давайте попробую с этой херней, с этой херней. Может, что-то поможет. Ой, как хорошо. А что я так мучаюсь? Вот же. Она же снимает хорошо. Тоненько. И хорошо. Так, это что-то плохо пошло. Что так? Вот так. Я думаю, что сегодня мой муж зарплату получит. В этом месяце ему быстрее заплатят. Почему? Потому что этот, который зарплату дает, бухгалтер их уезжает в отпуск. Девчата, сегодня такая жара. Вчера было хоть дышать, хоть было чем, да? У меня такое желание, девочки, поехать на речку. Вот куда я хожу. Поехать на речку, девчата. И провести там. Вот не вот так приехать, да? А вот у меня же мой муж по выходным работает. Мне это, конечно, не нравится. Но что делать, девочки? Он так решает, и все. Если бы он меня слушал, он, конечно, бы не пошел бы, девчата. Но он же меня не слушает. Он же делает, что он считает нужным. Раньше я его заставить не могла работать. А сейчас остановить не могу. Кошмар. Мне хочется там вот до ночи побыть. Вот именно ночью там поужинать, да? И вот приехать ночью. И ночью там искупаться. Но я же там все знаю, имеется в виду. Нету там, это не как в море, да? Там я море боюсь ночью. Представляете, раньше в Махачкале меня остановить было невозможно. Да, вот так я воду далеко. Сейчас, девочки, не хочу. Нет. Сейчас боюсь. А в Каспийское море, извиняюсь, конечно, девчата, вообще не захожу. Я его настолько стала брезгать, видя вот эти, как здесь, да, вот прям, не знаю. Вот поедешь в Казахстан, да? Вот вроде бы это 45 минут, да? Там течение, конечно, холодное. А когда холодное течение, вы же сами знаете, и вода-то лучше, и прохладнее, да? Там море намного холоднее, чем наше. Но, девчата, какой она прозрачная, какой она чистая, какой она ухоженная. У нас в Дагестане квартиры все подняли, все подняли. Зато, зато никаких условий для курорта не сделали. Ой, куда ты так? Самое главное, зато вот это тоже так нечестно. Слушай, потом, вот я же вам говорю, а потом все в грудь бьются. Братья, какие нахер братья? Когда ты со своих братьев деньги хочешь брать, этот, люди дагестанцы, которые не могут себе квартиры, которые, молодежены, отдельно хотят жить. Это куда годится? Вы представляете, моя подруга поехала 250 километров за Махачкалой, потому что не может себе нормальную квартиру снять. За двухкомнатную квартиру, которая без лифта, без ничего, девчата, 35 тысяч. А это еще, знаете, ладно, если бы это было бы в Махачкале, там Махачкалы просто пахнет немножко. Поняли, да? Оборзели. Всегда это так было. Ответьте мне на один вопрос. Есть ли такие все верующие? Все такие прям, прям вот, ох, там это все. А почему? Да, у Розабайрама одни цены на мясо, на фрукты, а на Розабайрам такие цены поднимают. Почему? Опять, конечно, я сказала то, что не нужно было говорить, потому что сейчас начнут меня здесь поучать. Понимаете? Не хочу. Короче, убираю. Ничего не сказала, ничего, не надо мне отвечать, ничего писать на эту тему не надо мне. Несчастные наши люди. Ой, вот так. Вот так. Сейчас муж тоже мой придет. Дам ему потилюльчики. Скажи ему, какой он у меня молодец. Девчата вот в такую жару. А вы знаете, да, у нас несколько людей уже от жары. Вот дворники же есть, которые ходят, бедные по дорогам, подметают это все в парках, там, тарым-пырым. Два человека скончалось от жары. Сердечные приступы. Вот так, девчата. Эта жара тоже, девчонки, дает. Очень по сердцу бьет. Очень. А это нехорошо. Вот. От работы кони дохнут, правильно говорят? Ну, а как не работать? Семью как содержать? Ой, какое мучение эту морковку чистить. Вот. У меня первый слой идет картошка. Второй слой идет морковь. Третий слой. Потом все, конечно, майонезом, девчата. Но майонез совсем мало будет. Мало буду майонеза ставить. А то я иногда борщу. Потом идет яйца. Потом идет свекла. Но я слои толстые делаю. Человек я не худой. Наверное, поэтому у меня все такое... Ох, габаритное. Потому что сама, наверное, габарит. Я даже когда пишу, крупно пишу. Знаете, буквы такие крупные и все. Вот так, девчонки, одна морковь осталась, слава богу. У меня подруга там одна в Сочи поехала. Она говорит, просто караул. Как все дорого. Просто куда-то выйти, говорит, погулять с детьми. А у нее двое детей маленьких. Остальные взрослые, да? Как минимум пять тысяч, говорит. В Сочи она поехала, если что. Ну, у нее дочка там в Сочи, короче, живет. Ну, замуж ушла. У нее там зять работает. И то, говорит, благодаря... Ну, немножко там дочь помогает, угощает. Там своих братьев, это туда-сюда. Это, говорит, очень сложно. А зарплаты такие же, девчата. Вот так. Чтоб турист к тебе приезжал, надо побольше улыбки. Надо сделать так, чтобы обустроить город. Обустроить город, понимаете? Навести красоту. Мусор не бросать. Мусорные ящики нормальные поставить. Чтобы не позориться. Это Россия, но такое ощущение, что... Девчата, я не знаю, как Индия. Понимаете? Некоторые люди умирают, Индию хотят поехать, да? Там, ой, я не хочу, мне такое ощущение, что я туда поеду, сразу инфекцию прицеплю. Особенно этот, как там, река называется, Талмахайр, да? Как там, короче, не знаю, сейчас скажу, будете смеяться, да? Ай, там и мертвые, там они и умываются, там они... И, короче, все они там делают в этом. Ай, мамочки, я представляю, какие там микробы. Они, интересно, там рыбачат? Нищета, девчата. А Индия-то не такой город нищий. Они же там богатый город, девчата. Страна богатая, это... Там ресурсы тоже неплохие, да? Просто никто за этим не следит, никому это не нужно. Вот так. Как в одном городе, какая прелесть, в одной стране. Не помню, в какой стране, девчата. Представляете, любая зарплата, ты можешь зайти, посмотреть, сколько он получает. Налоговую его декларацию можешь посмотреть, да? Вот настолько, девочки, да, все вот так прозрачно, что президента, что депутатов не то, что у нас. У нас скрывают. Потому что им стыдно, наверное, сказать. Вот я депутат, получаю полмиллиона. И спрашиваешь, а что ты делаешь? Он такой, как что? Костюмы меняю. Я же хожу на Думу, сидя, и ни хрена ничего не делаю. Вот, надо депутату мучиться. Вот так, ладно, девчата, весь процесс не буду показывать, как я чищу, да? Потом багажи, как я делаю. Девчонки, она мне, короче, отвечает. Смотрите, она мне, мы с ней договорились в час и половине, короче. Она мне пишет. Она мне пишет. Наталья, здравствуйте. Не понимаю, почему звонки не доходят. Ты мне звонила, я не слышала. Я тебе звоню, не дозвониться. Я, конечно, приеду, но жду, когда ты мне скажешь. Время удобно для тебя. Мы планировали приехать с утра, потому что потом жара будет, но не знаю адрес. Когда приеду в Талаверу, дальше где увидимся. Хочешь, попробуем созвониться? 13.30. Я написала, окей. А, вот сейчас она на связи. А ну, звоню. Вот сейчас я звоню. Так, увидела ее на связи. Может быть, она смотрит. Сейчас возьму трубку. Если возьму трубку, конечно, я выключу видео. Может быть, ей не понравится. Может быть, она мне что-то такое скажет. Не берет трубку, девчата. Вот видите. Вот. Звоню. Показала, потому что имя нету. Ничего нету, понимаете? Если честно, я даже не знаю, как ее зовут. Девочки, хочу дать вам полезную информацию. Я так думаю, что она полезная. Потому что мне отправили. И мне говорят, что она очень полезная. Вот сейчас я вам покажу. Мурат, оказывается, это листья черного тютовника. 35 штук листьев холодной водой промыть, положить их в банку и залить их кипятком. Через 3-4 часа ты можешь эту банку пить до еды, после еды, во время еды. Заканчивается, еще приготовил. Заканчивается, еще приготовил. На пятом, шестом банке зрение восстанавливается. Давление вообще, как у космонавта, ни туда, ни сюда. Сердце, печень. В общем, кровяная система полностью. Он тебе капилляры чистит. Зрение восстанавливает. Представь себе, что глазной капилляр, который, как волосинки, тоньше волосинки, их восстанавливает, в общем, да. Здесь уже поголовно все начали его пить, и очень большие результаты у людей. И сердце, и печень, и селезенка, и мочеполовой, и все полностью. Люди, которые не могли сгибаться, ходить, сейчас выпрямились, он ходит уже. Здесь вот поголовно такое пошло. Поэтому своим передай. Пусть этот тютовник, листья черного тютовника, листья, пусть начинает пить. Оздоровление будет. Дай Аллаху успеха, здоровья всем. Давай, я на связи. Вот если это правда, спасибо большое. Меня отправила одна подписчица, и она мне говорит, что это. А у меня же белый тютовник. И я отправила к одной, тетей Фариде, ну, с мамой моей работала сотрудница. Она говорит, да, Гуня, это, говорит, правда. Только я, говорит, пила из белого тютовника. Он очень, говорит, из белого тютовника, он очень, говорит, сахарный диабет, от сахара, короче, помогает. А что стоит попробовать, девчата? Вот, если на самом деле это правда, это какой плюс, девчата? Так что давайте попробуем. Вот я хочу попробовать. Черный, он был не черный. Он был какой-то красноватый, который, помните, да, как я на него напала? Просто люди убирают, он же пачкает все. А у меня белый есть. Белый могу попробовать, да, сделать. Вот, девчата, попробуйте, ничего же вам не стоит, да, вот. Что там, девчата? Это же ерунда. Вот, моя курица, еще одно там яйцо открылось, короче, вот, шкарлупа есть, а птенца нету, ничего нету. Хотя я все просветила, все яйца были оплодотворенные. Девчата, ай, 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 батюшки. И уровень как подняла, а, русского, благодаря вам, девчата. Благодаря вам хорошо стала говорить уже, уже лучше стала говорить. Ну, я же практикую постоянно уже. А? Что-то она не берет трубку, Каэтаночка. Сейчас еще раз попробую. Что-то она не берет трубку, не знаю, Каэтаночка. Вроде бы она сказала, что так. Она теперь обратно ко мне перезванивает, теперь я к ней звоню. Я не знаю, в чем дело. Что-то у нее там, может быть, ей до звонки не доходят. Может быть, что-то у нее не так. Не хочу ей номер давать телефона, девчат. О! 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 Ой, мама, я... Слушай, подожди. Я этот, блин, инстаграм... Что тут такое? А, вот, сейчас. Я окно открою. Я вообще не умею им пользоваться. Неужели я дозвонилась? Открыла вот, ну, зарегистрировалась, чтобы тебе написать. Слушай, я тебе звоню как к любовнику, ищу тебя как любовника. Это ненормально. Я бы так любовника не искала бы. Ой, Кайтана, привет! О, я тебя вживую увидела. Вживую. Подожди, я видео уберу, я же видео делаю. Подожди. Девчат, поговорила, все. Все чики-пики. Все, как я люблю. Она, как-то, до меня дозвониться не могла. Она тоже, оказывается, не такая прям... Ох! Понимаете? Девчонки, короче, понтуюсь. Хочу сделать красиво. Поняли, да? Сейчас я вам покажу, как я сделала. Я первый раз так делаю. Я никогда так не делала. Но сейчас хочу сделать прям вот как в ресторане. Поняли, да? Хочу понтануться. Вот такую херню купить. У меня же есть такие круглые, такие. Первый раз пользуюсь, девчат. Теперь эта херня, интересно, снимается. Ой, как она еще красиво снимается, девчат. Так. А, майонеза было. Вот такой майонез легче, девочки. Сейчас я вам покажу, какой шедевр я сделала. Так, вот так. Вот так. Не знаю, соль посыпала, не посыпала, не знаю. Девчат, сейчас пойду отдать. Панты тоже калатну. Это вот так нажмем. Хорошенько нажмем. Я думаю, что у меня впервые будет вот такой шедевр. Короче, девчата, боюсь даже ролик этот выставить. Так, меня же сразу в ресторан возьмут работать. Сразу предупреждаю. Я человек тяжелый. Девчонки, поговорила с ней. Короче, все, договорились, завтра придет. Такой самый момент. Это же все будет слоями видно по краям. Сейчас уберу и посмотрю. Если слоями некрасиво, потому что я же всегда вот так все вокруг делаю, да? Этот закрывается слои, да? А вот так, вот так, чтобы они просто ахнули, сказали. Ой-ой-ой! Это что я такая дагестанское блюдо? Это поешь. Все, на следующий день. Как новенький. Так. Девчата. Руку помою, подождите, а то еще спачкаю. Хочется же вот... Не то, что вот, девчата, это все шутки, конечно, какие понты. Просто хочется, знаете, ну раз делаешь, короче, хочется хорошо. Ой, у меня везде все бумаги эти спачканные. Моя кайтана в лифте родилась, девчата. В лифте родилась. Все открытое, все за ней надо ходить, закрывать все. А вот если закрывает, это вообще кошмар, девочки. Звук такой, как будто там ураган целый. Так, вот так. Вот так. Анна такая, кайтаночка, привет. Моя кайтана сразу убежала. А завтра вот на коротком... Так, девчата, давайте проверка. Так, видно, да? Вау, 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 вау. Вау, 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 девочки. Молчи, не смейся. Девочки, представляю вам шедевр из шедевров. Вау, вау, вау. А, салат вау, как вам? Ой, я даже уже запах чуть-чуть чувствую. Кайтаночка, понюхай. Чуть-чуточку вот так. Ай, кай... Кайтано, что скажешь? Только честно. Спасибо. Очень? Вот так все красное тоже сделать? Да. Или вот так? Вот так. Девчат, иду отдавать. Давайте посмотрим, что скажет он. Не люблю девочки вот так, понимаете, открыто. Я вот так эту пиндюрку поставила сверху. Так, сейчас... Он, наверное, себя неважно, конечно, чувствует. Его же вчера только оперировали. Но здесь она две порции хватает. Его жене и... И они как птички кушают тоже, девчат, если честно сказать. Я когда вижу, как они ужинают, думаю, я себя так ужинала. Я на диете так ужинаю, как они обычно так. Ну вот поэтому, да, я вот такая, и они вот такие. Короче, иду. Посмотрим, девчата. Как она меня встретит? Да, она всегда меня шикарно встречает. Вы что? Это моя подруга. Уже столько лет. Сразу у меня и настроение поднялось, и все. Потому что она взяла трубку, не подвела меня. Молодец. Ясно думала. Но все, девчонки, мало ли что говорит. Девочки, ее Ира зовут. Я ей сказала, не беспокойся, снимать тебя не буду. Так что вот так. Так, пошлите, девчаток, мои подруги. Отвезу. Ой, как я... Что-то я сильно, да, этот, оно... Вот так. А то такой звук вентилятора. Вот так. Тут тоже у меня сзади включенный. Получается, что... Все. А то... Фух, на всю катушку. Кондиционер. Ой, девчат, в следующем году, Аллах, как говорят, у нас будет у меня кондиционер, и все будет. Вот единственное, вот этому неудобно, что завтра человек придет. А у меня в доме такая... Ну, в доме-то не жарко, девчонки. Но на балконе, где будем кушать, все, там жарко. Понимаете? Жарко, девчат. Ну, а что делать? Ну, надеюсь, что она... Посмотрите, девчонки, она 130 километров будет делать ко мне приезжать. Бедная. Хочу немножко во дворе тоже приборку сделать. Дома-то у меня все в порядке, девочки. Но все равно волнуешься. Хочешь, чтобы все было на высшем уровне. Потому что ко мне же никто не приезжает, девчат. Ко мне же никто не приходит. Я вот поэтому на таких эмоциях... А человек, который ко мне приезжал, как подписчик... Ба, девчонки, одно разочарование. У этой канала нету, ничего нету. Поэтому я так... Давайте, поэтому я так, знаете, вот... Ну, такой реакции. Мне очень приятно. Она такая простенькая. То, что я вижу, да? Ира, Ира ее зовут. Ирочка. Ирочка ее зовут. Вот так. Поняли? Так что, девчонки, добро пожаловать. Всем, кто вот спокойный, хороший человек, без понтов, обычный. Понимаете, вот обычный. Который знает, что такое труд. Без зависти, без ничего. Такой всегда я готова встретиться. Всегда я готова. Хотя я потом начинаю говорить, никто мне не нужен. Нет, девочки. Тихо еду, потому что там у меня салатик. Потому что потом разочарование, это так больно, понимаете? Когда ты вот... Как у него хорошо. Вот он хорошо стрижет, надо мне его поймать. Как-то... Ай, я поняла. Короче, одна девчонка из Турции мне пишет. Я там растение... Растение я сниму, когда сюда буду ехать. Я там такое растение видела. Там оно такое в теплой жаре. Он в жаре растет туда-сюда. На ней, говорит, такие цветочки, как щетки, которые в банке. Говорит, муж, вот у моего соседа есть. Соседки есть. Надо спросить, как она называется. Я на испанском тихо еду. Здесь такие ямки, а по другой дороге еду. Бензин, что ли? Ай, алла-алла. Ты тоже сосешь, как я не знаю кто. Как вампир. Ну, вчера, в принципе, много не залила. Но залью. Зальет мой муж. Я не знаю, как там заливается. Мне это не надо. У меня столько всего. Еще вот эта информация мне в голову абсолютно ненужная. Понимаете? Так тихо еду. Ай, девчонки, настроение такое хорошее. Надеюсь, что оно мне понравится, девочки. Надеюсь, что будем общаться. Что есть лучшего, когда у тебя на твоем же языке. Надо было мне сделать вчера ночью этот салат. Что он пропитался, девочки. И вот. Ну, вы же сами понимаете. Да ладно, они же не понимают. Я им скажу, он вот такой должен быть. Ой, девчат. Ой, девчат. Хорошо жить на свете. Хорошо. Не падайте духом, девочки. Вычеркивайте. А особенно этих людей, вампиров, которые вокруг вас. И плохое. Убирайте, убирайте, убирайте. Не надо, не надо. Не распыляйтесь. Мои золотые, мои любимые. Я вам серьезно говорю. Не распыляйтесь. Никто. Никто. Даже пускай будет ваш самый близкий человек, как ваш сын. Ваш внук. Недостоин. Чтобы вы, девчонки, чуть-чуть даже расстраивались. Даже чуть-чуть. Ваша жизнь. Берите ее в руки, девчат. Вам говорю, сама тоже делаю. Не беспокойтесь. Сама тоже такого мнения. А вот они, три брата, девочки. Телефон так накалился. Он, наверное, сейчас выключится. Неужели он мне сейчас все обломает? Вот эти три брата есть. Один, второй и третий. Три брата. Вот трех братьев обокрали, девчат. Троих. Земля продается. То есть, если кто купить хочет, девочки. Сто с чем-то тысяч, короче. Вот здесь есть. Было шестьдесят, а уже сто стало, девочки. Ну, за сто, наверное, отдадут. Они чуть больше ста, говорят. Ну, за сто, наверное, отдадут. У кого есть желание купить, вот. Девочки, давайте поставлю телефон, чтобы охладился. Посмотрим, как они меня встретят, девчонки. Доехала. Помните, которые я вам показывала? Я уже ее дом вам показывала. Она такая, девчата. Может быть, они спят сейчас. Сейчас, не знаю, ну, еще рано, конечно, спать. Ой, все нормально, доехал. Нормально доехал. Как мой тортик. Ой, подождите, поверну камеру. И позвоню. Мама. Он ее называет, мама. Кеном прыгунтас кенес? А? А? Девам, не амора. Мама. И ты из куминду? Ай. И ты из куминду? Унта. Донде та? Эль? Эльбатэ. А, как раз они кушают. А, но ты себе надо. Иди сюда. Вен, аки. Ай, ай. Это моя подруга. Мира. Это, но, но, не solo para él. И para ti también. Это у нас салата. Керок, 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 керок. Ай, побрежу, керок, 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 кверок, керок, керок Побрац, керок, керок,果 из ве ... Продолж Я не использую, потому что это хамос. Седайте, я не снимаю тебя, я не снимаю. Мне все равно, я уже привыкла. И ты так, что ты говоришь. Ты же так? Мне так же, я уже все равно. Я уже все равно. Я вас все равно. Я вас не видел, но я уже все равно. Я уже все равно. Д탕ейте, спасибо. Я тоже хочу прису настроитьсяO. Я, конечно, я даже её бывает. А я instructors схватит. Я тебя неhm. Ситате. Я хочу, чтобы ты попробовала. Я не видел. Пойдём, спустя, спустя, не прийти. И потом попробую мне не надо, это я, для вас, чтобы девушки... Не хочу, sincerо... Эта ела. Это ела, которая называется Абриго. А, которая называется Абриго. Абрего. обривок 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 с очень гранатом с два тенидора или тенидора я как бы я как бы тенидора а вера милля сегодня я поговорю как ты говоришь а мне не importa риморача а вера а мне нравится мне нравится а первые как-то девочки короче посидела я чуть-чуть но там две минуты да три минуты да потому что они кушают я специально принесла в это время потому что знала что они будут есть я же говорю здесь все по если ты хочешь чтобы на ужин попасть надо полдевятого полдесятого ехать ну большинство короче в это время ужинат она говорит такой нежный как мне понравился что в нем я говорю объяснила короче вот и все потом к ней этот к ее мужу позвонили сейчас будут каждый второй заводить вчера же оперировали его это не грижа короче не знаю как бисикола короче не знаю как это будет грыжа наверное грыжу ему короче удалили я так думаю что грижа так как мне выехать вот отсюда да наверное вот так поеду короче вот так они мои хорошие друзья девочки уже столько лет с ними дружу никогда они меня не подводили всегда она ко мне от души я к ней от души такая знаете биспанта вот за нее за ее сына я говорила сегодня в ролике между прочим что ее сын вот так поехал вот и в лондоне короче вот ну за него речь шла у нее дети второй у нее ребенок второй ребенок не захотел учиться потому что он сказал это не для меня но он не такой вау как смотрите девчата помните дело да вот изабель да посмотрите какую гостиницу они отброхали шикарные девчата молодцы дай бог здоровья молодцы молодцы вот ресторан изабель и этот и гостиница короче молодцы умницы вот ребята ребята такие ну короче как говорится просто так не сидят работают такими людьми горжусь девчата такой молодой поставил себе цель не достиг свою цель хотел гостиницу и он говорит что постоянно у него клиента постоянно так машина нету никого нету муж мой еще не пришел бегом 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 домой надо мне тоже готовить для моего мужа надо для этого надо короче все девчонки надо нам женщинам все надо вот так вот такая жизнь девчата разве я одна такая все мы такие все мы такие бегом 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 везде бегом везде бежим везде везде хотим успеть а потом а потом наш труд он там как вот это понимаете никто этого не видит но самое главное мы это знаем и это хватает уже так что вот так любите себя девчата делайте то что вот я салат отнесла для меня это никакой трудности не было наоборот приятно понимаете да мне было приятно что человеку понравилось потому что он такой я могу один раз что-то еще отнесла а баклажаны так он мне рецепт взял ему тоже понравилось баклажаны я этот мариновала с перцем мне кажется понесла ему он говорит наталья как мне понравилось как это вкусно просто как моя мама делала у меня там в плелестах есть если хотите зайдите посмотрите баклажаны обалденные девчата обалденные можно и с кабачком если хотите так ничего нету никого нету надеюсь что мой муж не пришел еще не люблю когда мой муж приходит и меня дома нету люблю когда я дома встречать люблю это редкий случай что у меня не было понимаете как-то для меня вот это правильно вот воспитание я же говорю с детства вложена да хотя у меня отца не было кто меня в этом научил не знаю девчонки вот у меня самой мне кажется жена должна быть дома когда дверь открывается должно едой пахнуть на кухне когда муж твой постель открывает постель должна чистая накрахмаленная выглаженная быть когда он полку открывает что у него трусики все сложенные поглаженные были не вот такой алм Olha вот кто меня этому научил у нас же отца не было Кауска к какого хера я отсюда вот не знаю это вот вложена внутри человека и все. Говорит, от воспитания да, наверное, многое. Девчата, меня и мою сестру одинаково. Одинаково, девчата. Маэстро совсем была другая, я совсем была другая. Это от человека тоже зависит, понимаете? От человека тоже очень многое зависит. Вон моя частюля. Так, девчата, она месяцами могла не купаться, месяцами. К ней подойти можно было отравиться от ее запаха. А если она одну ногу на ногу ставила, это вообще был кошмар. Это был кошмар, там задохнуться можно было. Дихлофоз лучше пахнет, чем она, понимаете? Вот настолько запах отнесет. Противогазом надо было. Но у моего брата обоняние, правильно сказала? Обоняния нету. Это она и не мыла с девочкой. Понимаете? А зато сын какой чистоплотный у нее старший. Чистюля, девочки, чистюля. Чистюля. Вот он чистюля, девчонки. А мать вообще, ее можно было как образец брать и прям в музей. Редкого случая порода. Редкая порода. А, моего мужа нету. Это хорошо. Вот так, девчата. Мои персики ждут свою хозяйку. Пройдет Ира. Ирочка, я скажу. Хоть я ее и не знаю еще, девчата. Но все равно, уже такое тепло. Надеюсь, не разочаруюсь. Ба, да хер с ним. Разочаруюсь, разочаруюсь. Ну, думаю, что нет. Не знаю. То, что я увидела, что-то я слишком... Так, то, что я увидела, мне понравилось. По крайней мере, мне понравилось. Вот так. А ну... Мне муж сказал поставить этот... А я не поставила. Сейчас я быстро включу, чтобы он не понял, что я не сделала. Вот баба огонь. Я, девчат, права. Имею права. Молодец. Я горжусь собой. Это самое главное. Мне нахер не надо. Никто мной не горится. Я горжусь собой. Сейчас моя мама была бы, сказала бы. Я последняя буква, вы вновите. А у тебя она первая. Всегда бы я ругала за это. И как права была. И вот так. Приехала. Так, девочки, целую. Люблю вас. И всегда вам рада, девчата.